Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первые видео Авторынок. Если вы еще до сих пор на нас не подписались, рекомендуем это сделать. На канале много полезного и интересного о том, что касается выбора и покупки поддержанных авто, в том числе и обзоры на множество моделей автомобилей в разных форматах. Ну а если вас интересует машина в наличии или наши вакансии, все это вы можете обнаружить, пройдя по ссылочкам в описании под видео. Когда жизнь заставляет выбирать семиместный автомобиль, мы понимаем, что не так уж и много вариантов, которые можно посмотреть на вторичном рынке. Особенно, если семиместность предполагает не просто минивэн, а, скажем, еще и высокий клиренс, и тогда придется искать уже кроссовер. Наш сегодняшний герой как раз один из таких. Причем он является детищем культовой марки Toyota. Культовой в нашей стране. В следующие несколько минут обзора мы посмотрим на автомобиль снаружи и внутри, разберемся с салоном, багажником, проведем замеры дорожного просвета и посмотрим машину снизу на подъемнике. Ну и, конечно, поговорим про техническую составляющую. Встречайте, Toyota Highlander, третье поколение, в 50-й кузов. Модель Highlander появилась на российском рынке отнюдь не сразу. Первое поколение Toyota вообще у нас официально не предлагала. Второе появилось только вместе с рестайлингом. А вот третий, 50-й кузов, уже продавался официально с самого своего появления. В 2013 году. Этот автомобиль обновили на рубеже с 2016 и 2017 годов, проведя через рестайлинг. А окончательно сняли с производства в 2020 году. На нашем рынке эти машины предлагались только с автоматическими коробками передач, а вот вариантов двигателей было два на выбор. Младший в линейке объем 2,7 литра на 188 лошадиных сил. Такие Highlander были только с передним приводом. Старший по объему 3,5 литра, 249 налогово-выгодных лошадей и 4 ВД без альтернатив. Сегодня у нас на подъемнике версия 3,5 литра. Машина 2014 года выпуска, пробег 165 тысяч километров. Глядя на Highlander третьей генерации со стороны, понимаешь, почему эта машина называется полноразмерным кроссовером. Длина автомобиля 4 метра 86 сантиметров. Ширина 1,92 метра, а высота 1,73 метра. Колесная база также большая 2 метра 79 сантиметров. Оборотной стороной больших габаритов является некоторая неуклюжесть в плане маневрирования. Радиус разворота здесь 5,9 метра. Автомобиль тяжелый. Снаряженная масса третьего Highlander 2 тонны 10 килограмм, а максимально разрешенная 2 тонны 750 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия у третьего Highlander, то для большинства таких автомобилей разброс показаний для родной краски будет лежать в диапазоне от 100 до 130-140 микрон. То есть нижняя граница окраса здесь выше, чем мы привыкли видеть, например, на автомобилях для внутреннего японского рынка. В целом, если говорить про качество окраса, конечно, это не броня. И на возрастных Highlander даже третьего поколения вы запросто обнаружите и сколы на капоте, и на бамперах, и на передних крыльях. Однако, как и в чести будет сказано, покрываться рыжим налетом эти автомобили отнюдь не спешат. Ну а обзор автомобиля внутри начнем, конечно, с багажного отделения и его линейных размеров. Доступ в багажник Highlander можно получить несколькими способами, в том числе открыв отдельно стекло, если вам нужно забросить туда какую-то негабаритную и нетяжелую поклажу. Огромная тяжелая крышка багажника оснащена электроприводом. Кстати, каталожный объем этого багажного отделения при поднятых спинках сидений третьего ряда всего 269 литров. Ну а в такой конфигурации, когда третий ряд сложен в пол, 813 литров. Ширина проема пятой двери у третьего Highlander 115 сантиметров в ее средней части. Высота от фальшпола до крыши 80. Ширина по наиболее узкой части багажника 116 сантиметров. Расстояние от спинки заднего сидения до заднего борта 104 сантиметра. При сложенных спинках сидений второго ряда вы получаете грузовую площадку длиной 2 метра. А расстояние до передней панели через весь салон это 2 метра 86 сантиметров. Что касается дополнительных удобств по багажному отделению этого автомобиля. На самом деле, несмотря на то, что Highlander автомобиль отнюдь не дешевый, здесь излишеств нет от слова совсем. Все, что предлагает этот автомобиль своим пользователям, это дополнительный плафончик освещения, пара петель, куда можно закрепить сетку для фиксации груза, и скрывающийся под фальшполом отсек, где располагается штатный инструмент и за отдельной пластиковой крышкой домкрат. Ну а теперь перемещаемся в салон этого автомобиля. Стилистический интерьер третьего Highlander очень напоминает 40-й кузов RAV4. На это работают и общие обводы панели, и похожее оформление приборной доски. Что касается запаса пространства, здесь его предсказуемо достаточно. При моем росте 1,86 м мне быстро удалось подобрать для себя удобную посадку за рулем этого автомобиля. Салон полностью кожаный, кресла имеют неявно выраженную боковую поддержку, чуть побольше ее под спиной и поменьше на подушках. Здесь она вообще, по сути, чисто номинальная. Зато сидения оснащены электрическими регулировками, причем диапазон этих регулировок просто огромный. Если я при моем росте отодвигаюсь до упора назад, то левая нога, будучи полностью выпрямлена в колени, даже не достает натянутым носком до моторного щита. Так что в плане запаса пространства здесь все ок. Даже для людей высокого роста. Рулевая колонка не имеет электрической регулировки, зато имеет более или менее нормальный диапазон и регулируется в двух плоскостях. Руль имеет кожаную отделку и эргономичную форму. Правда, при этом он скользкий. Подрулевые переключатели располагаются на своих местах. Тянуть к ним пальцы здесь не придется. Но бросается в глаза некоторая расхлябанность механизма. Скажем так, есть автомобили, где переключатели работают потише. Даже более бюджетные. Что касается опоры под локти, с этим, в принципе, все в порядке. Подлокотник здесь присутствует и на дверной карте, и в качестве центрального бокса. Причем он довольно высокий, оказывается ровно там, где он, собственно, нужен. Интерьер третьего Highlander не перегружен кнопками. С левой стороны у нас абсолютно стандартный блок управления стеклоподъемниками и зеркалами на дверной карте. Перед ручкой открывания двери присутствуют клавиши управления памятью сидений на два положения. Слева от руля два блока кнопок. Режим автоматического переключения светофар ближний-дальний, включение-выключение системы мониторинга слепых зон, контроль выезда из полосы и клавиши открывания багажника. Здесь же подогрев зоны дворников, подогрев руля и деактивация парктроников. На самом руле у нас также два блока клавиш. Левая сторона относится к мультимедийной системе и телефону. Правая к бортовому компьютеру круиз выполнен традиционным для Тойоты отдельным маленьким джойстиком. Справа доминирующую роль на центральной консоли играет экран мультимедийной системы. Здесь он с большой диагональю. Большой по меркам 2014 года, когда этот автомобиль был выпущен. Есть навигация и камера заднего вида. Климат-контроль у этих автомобилей трехзонный левая-правая сторона и задняя часть салона. Регулировка температуры осуществляется при помощи удобных поворотных рукояток. Регулировка температуры в задней части при помощи кнопки. Клавиши здесь крупные и скомпонованы абсолютно логично. Есть подогрев боковых зеркал. Включается одной кнопкой вместе с подогревом заднего стекла. Кнопка запуска двигателя, приютившаяся справа от рулевой колонки, при нормальном положении руля и при нормальной посадке вам вообще не видна. Хотя это, конечно, дело привычки. Внизу перед селектором коробки передач четыре клавиши. Это система стабилизации, включение-выключение, зимний режим работы трансмиссии, система контроля скорости на спуске с горы и включение-выключение блокировки муфты полного привода. Селектор коробки передач удобный, с прорезью типа змейка. Никакой клавиши фиксатора на нем нет. Разблокируется он при нажатии педали тормоза. Подогревы и вентиляция передних сидений управляются при помощи поворотных рукояток и имеют по три степени интенсивности, как в нагрев, так и в охлаждение. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, третий хайлендер на самом деле в этом плане не обделен. Чего стоит один только безразмерный бокс внутри центральной консоли, в котором также присутствует полка, которую вы можете отсюда вытащить. Пока это самый огромный бардачок из всех, какие мы только наблюдали. В автомобилях на наших обзорах, а где-то на дне приютилась 12-ти вольтовая розетка. Справа от селектора коробки передач два огромных подстаканника, рассчитанных на большой стакан с напитком. Под панелью климата удобная полка, куда можно запросто бросить смартфон. Причем полка эта продолжается до самой правой стороны, до самого края панели. То бишь она очень длинная. Основной бардачок также не маленький, никакой дополнительной отделки тканью или бархатом внутри. Нет, он пластмассовый, но зато вместительный. Наверху присутствует футляр для очков, а внизу дверных карт есть очень маленькие узенькие кармашки, в передней части которых можно зафиксировать бутылочку с напитком. Что касается обзорности третьего хайлендера, линия бокового остекления здесь в целом стандартная, а вот линия лобового стекла находится относительно высоко. Передняя панель также высокая, и из-за этого создается впечатление, что вы смотрите вперед через узкую щель. Капот условно видимый, но не весь, а только его более узкая часть за счет ребер жесткости. Боковые зеркала большие по площади, имеют зауженную форму и систему мониторинга слепых зон. То есть при нахождении автомобиля в слепой зоне вы будете видеть оранжевый индикатор на зеркале, так что в плане маневрирования в потоке все в порядке. Но с маневрами задним ходом здорово выручает камера заднего вида и парктроник. Давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается сидений второго ряда, первое, что обращает на себя внимание, это его абсолютная плоскость. Касается это не только подушки, но и спинки тоже. Сидение рассчитано на трех пассажиров, причем ширины салона здесь более чем достаточно для того, чтобы село трое взрослых людей. Единственный момент, который можно назвать нареканием, здесь не хватает упора под ваше бедро. Подушка сидения достаточно низкая относительно пола. Тоннеля на полу нет, центральному пассажиру ничто мешать не будет. Естественно, присутствует регулировка сидения по наклону. Вы можете откинуться практически в полулежащее положение и сделать таким образом поездку более комфортной. Также присутствует возможность регулировки заднего сидения по длине. Это максимально сдвинутое назад положение, которое не оставит места для ног пассажирам третьего ряда. Но если кого-то придется там перевозить, то в принципе вы можете слегка подвинуться вперед и все еще не упереться коленями в сидение. В данном случае при росте метра 86 я сижу сам за собой. Из удобств для задних пассажиров присутствует откидной подлокотник с двумя подстаканниками. Он очень широкий и удобный. Также у задних пассажиров собственная панель управления климат-контролем с дисплеем и с индикацией. Присутствует подогрев левой и правой половины заднего дивана и 12-вольтовая розетка внизу. Внизу дверных карт есть маленькие кармашки, куда можно поставить бутылочку с накидком. Плюс есть механические шторки, которые добавят комфорта в дальние дороги. Семиместный Хайлендер позиционируется как автомобиль, способный к перевозке взрослых пассажиров на третьем ряду. Давайте проверим, так ли это. А на практике, если на втором ряду будет человек высокого роста, который не захочет упираться коленями в спину водителю, то вам упираться коленями в его спину придется всю дорогу. Сидение третьего ряда здесь расположено еще ниже относительно пола и запаса пространства для ног практически нет. Так же как нет и запаса пространства над головой. При моем росте. Зато для пассажиров третьего ряда выделено по два подстаканника в боковых панелях, а также собственные дефлекторы вентиляции и даже плафончики освещения. Сидение третьего ряда имеет еще и регулировку спинки по наклону. Правда, в данном случае это практически максимальный возможный угол, который абсолютно не поправит положение с пространством над головой. Что касается вариантов двигателей под капотом третьего Хайлендера в базовом в ринейке, здесь был мотор объемом 2,7 литра. Это один АРФЕ. Рядная алюминиевая четверка с двумя верхним распредвалами, фазовращателями на впуске и выпуске, коллектором переменной геометрии, самым обычным распределенным впрыском топлива, цепным приводом ГРМ и с наличием гидрокомпенсаторов. Из дополнительных сложных элементов конструкции на этих моторах разве что электронная дроссельная заслонка. То бишь по конструкции АР-серия это довольно-таки простые агрегаты, что положительнейшим образом сказывается на их ресурсе. Такой двигатель выдает 188 лошадиных сил и 255 нм крутящего момента. Пусть он не наделяет Хайлендер ураганной динамикой и ставится на варианты только с передним приводом, тем не менее этот мотор с точки зрения надежности великолепен. Предел его ресурса это далеко за 350 тысяч километров пробега. Редкие случаи, когда на пробегах до 200 тысяч километров один АРФЕ требовало замены растянувшейся цепи, общую статистику отнюдь не портят. Это скорее исключение. Относительно небольшой ресурс помпы, как это бывает на многих агрегатах Тойоты, и шумная работа на холодную тоже не относится к каким-то супер критичным недостаткам. Так что если вас не смущает передний привод на подобного формата автомобиля, один АРФЕ объемом 2,7 литра очень даже неплохой вариант, если вы не хотите заморачиваться с потенциальными проблемами, которые может подкинуть силовой агрегат. Что касается старшего мотора V-образной шестерки, тоже с алюминиевым блоком цилиндров 2G RFE, которая в данной версии выдает 249 лошадиных сил, адаптированных под российское законодательство в части налогообложения, то на бумаге у этого двигателя все выглядит очень даже неплохо. 2G RFE разгоняет Highlander до 100 км в час с места за 8,7 секунды. Что в таком большом автомобиле ощущается как хорошая динамика. Да и на обгонах на трассе его будет более чем достаточно. Оборотная сторона динамики – это более высокий расход топлива. В некоторых случаях Highlander может подняться и до отметки 18-20 литров на 100 км пути в городском цикле. Да и 92-м бензином 3,5-литровую V-образную шестерку уже не покормишь, в отличие от младшего мотора. Здесь также больший объем заливаемого масла 6,1 литра против 4-х с небольшим на 4-цилиндровом варианте. Но самое неприятное – это то, что, избавившись от всех своих детских болезней, в том, что касалось течи масла по трубкам подачи масла на VVTI. К 2010 году 2GRFE уже избавился от большинства своих детских болезней. В частности, на эти двигатели перестали ставить резиновые трубки подачи масла на муфты VVTI. Из особенностей конструкции 2GRFE – это наличие гидрокомпенсаторов, то есть регулировать клапанные зазоры не придется, и цепной привод газораспределительного механизма, порой не требующий вмешательства, до 300 тысяч километров пробега. А вот муфты VVTI, которые установлены на всех распредвалах, здесь отнюдь не отличаются вечным сроком службы, а на необходимость их замены укажет треск при запуске. Хотя многие продолжают ездить с разбитыми муфтами, не обращая внимания на изменившийся характер работы двигателя автомобиля. На 2GRFE помпа также не отличается беспредельным ресурсом, и в некоторых случаях она могла отправляться на замену на пробегах около 50 тысяч километров, в связи с появлением течи. Проблемы с текущими прокладками ГБЦ и с трубками маслоподачи на муфты VVTI, как это было на подобных агрегатах старых серий до 2010 года, этим генерациям моторов уже не угрожают. А вот проблемы с наличием задиров в цилиндрах, по сути дела, сохранились. Поэтому при покупке подобного автомобиля, с учетом его немалой стоимости, крайне желательно все же провести эндоскопию цилиндров и посмотреть на состояние зеркала цилиндра, как говорится, своими глазами. Самое неприятное – это стоимость капитального ремонта подобного агрегата на данный момент времени, а она может достигать и 400 тысяч рублей, с учетом нынешних цен на запчасти. В паре с любым из моторов будет работать шестиступенчатая коробка передач. Это классический гидромеханический автомат, и с двигателем 2.7 он демонстрирует крайне неплохой ресурс. Коробки выхаживают под 300 тысяч километров пробега, а вот с более мощной V-образной шестеркой этот автомат уживается, скажем так, только при условии вменяемого подхода к эксплуатации автомобиля. Если до вас Хайлендером владел любитель притопить педаль газа в пол на светофоре и не любитель менять вовремя рабочую жидкость, а вовремя для данных коробок – это около 60 тысяч километров пробега, то вы имеете все шансы получить уже на пробеге около 200 тысяч километров Хайлендер с полуумирающим автоматом. И ремонт этой коробки на самом деле на данный момент также очень недешев. Первым признаком надвигающихся проблем будет наличие на сканере ошибок, связанных с блокировкой гидротрансформатора. Ну а дальше по цепочке. Если повезет, отделайтесь с заменой отдельного соленоида в гидроблоке. Ну а как обстоят дела с дорожным просветом у третьего поколения Хайлендера? Низшей точкой в данном случае является защита моторного отсека и расстояние от асфальта до нее 18 сантиметров. Нижний край переднего бампера, который можно повредить при наезде на высокое препятствие, это пластиковая грязезащита и до нее от асфальта 21 сантиметр. Так что любые поребрики этому автомобилю по зубам. Расстояние до отбортовки порога за передним колесом 28 сантиметров. А расстояние до отбортовки порога перед задним колесом 29. Край заднего бампера находится от поверхности земли ровно в 30 сантиметрах. И надо отметить, что ниже этого габарита чуть-чуть выступает прикрытое пластиковой защитой запасное колесо и банка глушителя. Но не критично. Единственное, что нужно учитывать на бездорожье, это немалый вес и длинную базу этого автомобиля. Но для эксплуатации в городе и возможности проехать по нечищенным дворам, его возможности хватит с избытком. Что касается ходовой части Highlander 3-й генерации, передняя подвеска у этого автомобиля выполнена на стойках. Это Макферсон. Шаровые опоры на болтовом соединении меняются даже в оригинале отдельно от рычага, без всяких проблем. На самом деле, в плане габаритов компонентов подвески, Highlander довольно солидно выглядит. Все здесь большого размера. В том числе, крайне внушительно смотрится и стабилизатор поперечной устойчивости. Закреплен он здесь сверху на подразнике, но доступ к его креплениям для замены втулок более-менее присутствует. В основном, конечно, это касается левой стороны. Помните, что при осмотре Highlander любого поколения крайне желательно внимательно изучить коробку передач на предмет отсутствия следов подтеков масла. Как по стыку с двигателем, так и, собственно, по сальникам редуктора. Проблема с течами рабочих жидкостей была характерна для предыдущих поколений автомобиля. И, в общем-то, сохраняется риск посмотреть на подобные вещи и на третьем тоже. Ключевым отличием от предыдущего кузова здесь будет наличие электрорейки. Так что забудьте про проблемы с текущими шлангами и насосом гидроусилителя в связи с отсутствием такового. Что касается антикоррозийной обработки, то Highlander третьей генерации в основном имеет шовный герметик. Но даже в центральной части кое-где мы видим следы заводского антикора. Большая часть днища здесь закрыта пластиковыми защитами. Но, несмотря на то, что обработка антикоррозийными составами здесь не обильная, следов ржавчины на автомобиле 2014 года по панелям кузова, по его днищу и порогам мы не наблюдаем. С левой стороны в базе автомобиля располагается топливный бак. Его объем 72 литра. Сам бак пластиковый, но прикрыт сверху металлической защитой. А вот его заливная горловина выполнена уже из металла. Поэтому на ее целостность обращайте внимание при осмотре. Компоненты задней подвески также довольно основательны. И нет никаких оснований предполагать, что до пробегов в 200 плюс тысяч здесь что-то запросится на замену. Ну а запасное колесо, как мы уже упоминали в данном случае, полноразмерное. И размещается оно за задним бампером. Таким мы увидели сегодня Highlander в 50-м кузове. Это третье поколение модели. В нашем обзоре был автомобиль 2014 года выпуска с мотором 3,5 литра 249 лошадиных сил и пробегом 165 тысяч километров. Если у вас был или есть подобный Highlander и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, пропишите все это в комментариях, чтобы люди, которые ищут себе подобную машину, могли сделать верный выбор. Ну а если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который сегодня был на нашем подъемнике, есть шанс, что к моменту выхода видео машина все еще будет в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас дополнительную информацию, включая актуальную стоимость на данный момент времени, вы можете узнать, воспользовавшись контактным номером, прописанным в описании. На этом же номере телефона есть и WhatsApp, поэтому пишите, звоните, не стесняйтесь задавать вопросы. Если обзор понравился, был полезен, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Не забывайте писать в комментариях, какие автомобили вы хотите наблюдать на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас добыть и отснять. На этом я с вами прощаюсь, спасибо за просмотр, до новых встреч на канале, пока!